Значит так, есть такой анекдот, по-разному он может звучать, например, ведут отца с сыном на казнь, а тот сын спрашивает отца, мол, куда нас ведут, а отец отвечает, не знаю, я политикой не интересуюсь. Еще есть варианты с концлагерем, мол, в какой лагерь нас везут, это, конечно, все интересно и можно там пафосно или еще как-то кидаться анекдотами такими, людям, у которых нет своей позиции, да, и выпендриваться тем самым, ну или как-то принижать их точнее даже, мол, ну вот, да, типа, знаешь, я тебе расскажу один анекдот, подумай над ним, что-то типа этого. Вот, и есть также позиция такая, что бездействие, да, это тоже как бы действие, однако здесь, ой, как это все шатко, то есть люди с четкой позицией, они гораздо в этом плане сильнее, с четкой целью по жизни, также мнением очень таким ярким, ну, в смысле точечным, аргументированным и прочее. Но тут как бы есть проблема, потому что у человека с четким мнением, позицией по жизни, принципами своими, есть такой момент, либо этот человек еще мал, видимо молодой, да, и он, ну, как бы у него нет жизненного опыта, и он не знает, что жизнь многосторонняя. Либо он уже это понял, и он уже выбрал свою сторону, ну, то есть, понимаете, здесь те люди, которые просто не прожили достаточное количество времени, и у них просто нет понимания того, что они могут ошибаться. И еще рано слишком четкую позицию принимать в этой жизни. А есть более серьезные люди, которые приняли эту позицию, но у них другая проблема, у них куча аргументов и прочее, но они не любят проигрывать, и они никогда вплоть до каких-то, какого-то бреда будут все равно придерживаться своей точки зрения. Ну, я все-таки про крайности какие-то рассказываю, то есть не в том плане, что нельзя, не нужно быть четко сформулированной какой-то мыслью, жить по жизни, да, идти по жизни. То есть, конечно, мнение можно, нужно иметь относительно различных вещей и политики и прочего. Просто есть, я говорю, совсем отбитые, которые настолько упертые, называют себя принципиальными, вот, ну, то есть настолько упертые в своем мнении, например, в четкой своей оппозиции или, например, любви к какой-то партии, там, если что касается политики, да, что я вот уверен, что только так мы можем построить идеальное там общество или еще что-то. Кстати, тоже опасные люди, вот, те, кто... Это даже знакомо тем, кто в обыденности в нашей, то есть есть люди, которым, например, нравится только рок, там, тяжелый, или он сидит только, не знаю, на ютубе и никуда больше, или он читает только книги и только вот такую литературу, или ему нравятся только вот эти несколько актеров или, там, жанр фильма, только это же. То есть такие четкие, просто это такой типаж людей, как мне кажется, которые вот приверженцы чего-то одного или нескольких конкретных позиций. Также, но с политическими убеждениями здесь просто все страшнее. То есть если ты любишь урок, это одно дело, окей, а когда ты топишь против власти или, там, наоборот, за какую-то конкретную, то здесь уже все хуже, потому что это жизнь, так сказать, людей здесь завязана, жизнь и смерть. И вот что касается отсутствия мнения, знаете, тут такая проблема. Это не то чтобы отсутствие, ты просто, ты дожил до какого-то определенного возраста, уже такого между, ты уже не молод, не туп, но еще не взрослый, и такой, ну, у тебя недостаточно жизненного опыта, то есть на таком переходном периоде, относительно не подростковом, а именно переходном в более старшее такое возрастное поколение. И тем... Блин, упала. Бабка упала какая-то чужая. Я просто забрался в ее квартиру, у нее тут атмосфера прикольная. Лежите, лежите, незнакомая женщина. В этом возрасте многие там одноклассники, какие-то знакомые, многие из них вроде как живут совершенно привычной жизнью, то есть это тот тип людей, которые я видел в детстве. Я тоже думал, что все будет четко. В 20 лет ты этого добьешься, в 25 будут дети уже и муж, там, жена, квартира, ну, или там машина, не знаю. И так далее. В 30 уже 2 выражают, или там повышение по работе. Но ты идешь, то есть я, совершенно по другому какому-то непонятному пути, который уникален, не в том плане, что он удивителен, там, но он просто уникален, индивидуален. Дожив до такого возраста, ты до сих пор не знаешь, что ты хочешь. И все копаешься, ищешь, много что пробуешь, но ты пребываешь все равно в какой-то бессмыслице. Не в том плане, что от хорошей жизни. Не обязательно от этого, это, конечно, тоже какой-то стереотип. Не обязательно человек от хорошей жизни. Да, конечно, если меня выкинуть в поле где-то, блядь, в джунглях или в лесу, я не знаю, то я буду, я не буду думать о смысле жизни, скорее всего, мне нужно будет искать жрать. Но зачем к этим крайностям-то прибегать? Дело-то не в этом. Я понимаю, что это хороший пример. Так вот, когда речь идет о том, что ты даже не знаешь, зачем ты встаешь с утра, а тебя спрашивают, как ты относишься к нынешней власти. Ты даже не знаешь, зачем ты живешь просто для себя. А тебя спрашивают про какие-то такие вещи. Я понимаю, что ты живешь в этой стране, и тебе нужно обязательно иметь какое-то мнение и какие-то действия совершать, но ты максимально, насколько это возможно, конечно же, насколько это позволяет, невольно сам своим образом жизни отгораживаешь себя от этого. Потому что тебе даже не интересно делать то, что свое хобби. Ты придумал себе какое-то хобби, ты заставляешь его себя делать. Все ты делаешь через силы, потому что тебе абсолютно ничего не интересно. А тебя не то, чтобы принуждают иметь какое-то мнение, точнее, сформулировать. Ты просто вне этого, ты далеко, ты даже не рядом. Когда человек не сформировал даже какую-то свою жизнь или цель по жизни, или идеи, его можно, конечно, назвать тупым, пожалуйста, называйте. Но тупой, кстати, понятие тоже очень достижимое, это правда. Ты не считаешь себя аполитичным или еще каким-то. Тебе самому неприятно быть таким. Ты просто в своей жизни бесцелен. Но когда ты в своей жизни бесцелен, это никого не волнует. А вот когда ты бесцелен в отношении, например, мнения о нынешнем политическом строе, или о каких-то событиях тоже в стране, то начинаются шутки вот про такие анекдоты. Типа, ну, понятно, ясно все. Он просто бесхоребетный, понятно. Ну, типа того. В чем проблема-то? Ты стоишь перед дверью и думаешь, идти мне прогульнуться или не идти. Стоишь-стоишь и думаешь, ну, надо, наверное, пройтись. Прошелся, дошел до парка, вернулся назад. Возвращаешься, думаешь, зачем я ходил? Может быть, что-нибудь другое поделать, а что? Тоже не знаю. И вот так вот. А тут тебя еще и спрашивают, а что ты по этому поводу думаешь? Конечно, я понимаю, что... Нет, я понимаю, что когда тебе уже угрожают, можно сказать, смертью, то есть говорят, ну, чувак, борись, там, например, за государство, иди воюй, да, или прочее, то в этот момент ты, конечно, не хочешь никуда идти, типа, вы что, с ума сошли? Вот, но дело даже не в том, что ты там против политики, или там я не буду за этих людей воевать. Да нет, просто жить хочется и все. Ну, как же хочется, в том плане, что умирать не хочется. Жить-то, может, тоже как-то не можешь определиться, как тебе жить, но умирать все равно не хочется, поэтому ты на перепутье в безысходности, вот. То есть ты не против того, что ты живешь, но, может быть, тебе жизни неинтересно, но умирать ты не хочешь. Вот, и такая вот проблема. Поэтому, да, здесь приходится уже какие-то... Ну, когда наступает окончательный край, то тут приходится уже как-то цепляться, что-то выбирать. Но это все очень тяжело, потому что ты знаешь, что в этом всем надо разбираться. И куча подводных камней. И ты понимаешь, что те люди, у которых есть четкая какая-то позиция, ты уже даже не знаешь, что за ними стоит, что за ними стоит, и какие у них там тоже секретики в рукаве. Потому что эти люди поют, ой, как складно. Они никак... Человек с четким мнением в том-то и опасен, что он такого тебе может наплести. А если ты не подготовленный, у тебя нет своей позиции, вообще абсолютно никакой, то такие люди и ведутся, собственно. Зачастую, потому что нет почвы. Нет фундамента. И эти люди очень складно поют. Они никогда не покажут минусы какие-то или недостатки своих убеждений. А они есть, эти минусы. В каждых убеждениях есть эти минусы. Но эти люди никогда их не покажут и никогда их не признают. Даже если только какой-то более умный человек может их заметить и сказать, смотрите, вот как вы это можете оправдать. И тут они начнут уже ускользать от своих вопросов. А люди типа, там, ну, может, не знаю, меня, там, похожие, бесхребетные сосунки, мы, да, легко можем. И просто простые граждане, в конце концов, которые могут, да, признать свои ошибки и так далее. Но когда ты где-то стоишь у власти или, там, мечешь туда, или критикуешь ее, то не дай бог ты ошибешься. Вы заметили, что ни один, ни одни политики не ошибаются? Ну, в том плане, что они не признают свои ошибки. Это когда это такое было? Хоть раз? Ну, найдется всегда абсолютное оправдание. Абсолютное. Ну, типа, вот, самое, самое яркий пример, это наименование всех, там, операций, которые сейчас происходят в военных. И, блядь, и геноцид можно тоже как-нибудь назвать. Ну, не знаю, типа, блядь, плановая уборка территорий, зачистка нацистов, или что-нибудь еще такое. Поэтому выйти. Ты как бы понимаешь, что все не так гладко, что и тут, и там полное очко. Остается самому как-то получаться, карабкаться, выживать, если на то потребуется. Не обязательно к кому-то примыкать. Можно и самому как-то, видимо, драться. Правда, это очень сложно. Если ты без мнения, то тебе придется между этими бегать туда-сюда, туда-сюда и пытаться где-то запрятаться, где-то вынырнуть вовремя. Это, собственно, и называется, мне кажется, неким бездействием. Когда ты ни на какую сторону не перемкнул, а где ты там мечешься и цепляешься за что-то, за какую-то там свою жизнь. Потому что тебе не нравится все, что вокруг происходит, никаким образом. И ты выбираешь что-то свое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok